Хочу немного объяснить. Вопрос возник о Попове. Кто такой Попов? В Попове было несколько семинаров, с этим именем связанных. Первое – это соратник Яковлева. Это близкий друг, соратник Яковлева. Такой же точно ученый, как Яковлев. Я бы сказал, что его первый заместитель по науке. Попову, помните, у нас было несколько семинаров. Один из них назывался «Антенна Попова». То есть, проблематика «Антенна Попова» до сих пор в мире имеет паранормальный смысл. Люди «Антенны Попова» обсуждают тихо, как-то шепотом. У нас был целый силой раздел в семинаре «Антенны Попова». Мы их, так сказать, изучали. Чисто теоретически просто рассматривали, что такие разработки, такие исследования велись в 30-е годы в Советском Союзе и имели успех. Ну, не более того. Попов занимался глубоко нейрофизиологией человека. Попов – военный человек, поэтому он занимался очень большим количеством вопросов, связанных с проблематикой выживания солдата в условиях войны. Решал проблемы индивидуальной работы воина во время войны. То есть это его более тема работы. То есть у него персональная система. Знаете, я бы сказал так. Яковлев – это специалист, который больше опирался на изначальное знание. Попов – это чистая жреческая горка, то, что я вам объяснял. То есть у него индивидуализм – это превыше всего. То есть он как раз делал эти штучные работы, этих штучных людей у Николаев. То есть у него специалист был. А вот Яковлев – он больше теоретик и практик внедрения систем. То есть у него системный подход, а у него терминальный подход. От человека и от системы. Тогда, в принципе, это одно и то же. До 11-го РПТК, помните, сектор находим, и вся система остановится. Противоречия разрешаются всем. И когда мы говорим о методе Попова, то есть речь идет о работе с ящиками Попова, я хотел бы немножко рассказать об этом непосредственно методе. Это метод подготовки человека по двухмесячной, быстро метод подготовки. Его можно сделать и долгим, годовым, например. Но вот мы, что используем, применяем, это пять раз по двенадцать. То есть проводится занятие, а потом двенадцать дней отрабатывается. Ну, как бы это занятие. Проводится занятие, отрабатывается это занятие двенадцать дней, проводится занятие, проводится занятие, отрабатывается двенадцать дней, проводится занятие и того шестьдесят дней, то есть пять раз по двенадцать. Дни отработки заняты. То есть таким методом можно научить чему угодно человека за шестьдесят суток. То есть выстраивается полная система вместо задачи класса выживания, задача класса как бы управления. То есть, как раз мы говорили, жидческая горка, это задача класса управления, мы, по сути, могли бы любого человека обучить с помощью этой методики, чему угодно, за 5 раз по 12. Ну вот, эксперимент применения ящиков Попова, он уже как бы давным-давно завершен, все эксперименты, мы получили все результаты. Ну вот, недавно я учил Марину Илюшу, вы видели, наверное, интервью с Мариной Илюшой, вот результат работы ящиков Попова, то есть, человек немного изменился, да, можем сказать так, я имею в виду профессионально, и подрос, и результативно подрос, да, после ящиков Попова, ну а дальше нужно просто совершенствовать, то есть, это как бы то, что закладывает систему, да, то есть, у вас когда эти ящики появляются, вся остальная информация в памяти человека строго структурируется по ящику. Ну, давайте пройдемся к ящикам, чтобы было как бы понятно. Первое, безотказно. Сюда, как в этот ящик, кладутся инструменты, которые работают безотказно в любой ситуации, так называемые согласующиеся, как бы, конструкции. Так как движение у изначальной традиции идет справа налево в этих ящиках, то есть, вот здесь у нас бесконтакт, налево, макошь, это тамара, 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 четвертый ящик, импровизационный уровень, то есть, это система конструирования на ходу, то, вот, когда мы на этом уровне работаем, мы в этот ящик складываем какой-то запас сразу же, там, 10-15 согласующихся конструкций, которыми можно как бы, и мы начинаем 12 дней эксплуатировать, решая задачи контрактов, менеджмента, еще какие-то задачи, то есть, та проблема, которая у нас существует, что мы не умеем делать, что у нас не получается в фирме, что у нас с фирмой не получается, клиентов, нет, значит, клиентов получаем, нет, руководство, организация, это дисциплина, значит, дисциплина вырабатана, то есть, любые задачи этим методом решаются. Значит, контрактчик отработал 12 дней, он, это наилучший техник, мы анализируем все виды техники, которые существуют в этом направлении, в мире, на земле, в прошлом, в настоящем, какие возникнут в будущем, все это анализируется, и, как бы, выбирается наилучшая техника из этого, и она начинает применяться еще 12 дней, не забывая брать, то есть, применяются уже два ящика, как бы, по-по-по. После этого мы разбираемся с неожиданностью, то есть, как в одну сторону, так и в другую, вы знаете, что неожиданность, она человека, что, ступорит, да, то есть, как бы, выбираем ступора, разжимаем все, так сказать, вот эти вот вещи, которые называются, так сказать, замки, выбираем ступора, разжимаем замки, все это открываем. Вот, человек, ну, учится работать методами неожиданности и не позволяет этими методами неожиданности работать, как бы, с собой, переводит неожиданность, всю неожиданность в управляемую, как бы, систему, да. После этого мы нюрно-импровизационный уровень, у нас так называемый уровень системы конструирования, это самый высокий уровень, который в общем-то существует в мире. То есть если мы посмотрим на это все со стороны, то весь мир знает вот эти три уровня. То есть безотказность, наилучшая техника и неожиданность. Это вот все, что мир знает. Больше мира не знает ничего. Это все, чем ограничена сегодняшняя система. Попов поднялся выше, до импровизационного уровня, это система конструирования как бы на ходу. Это более высокий уровень решения задач. А этого уровня вообще мир не знает. Это вертикальная система решения задач. Макошь, это инструментальные комплексы. И Дуби-Психон, то есть Духовно-Психо-Биомеханический Бесконтакт, это такая же система решения задач, как и все остальные. Просто без участия тела, то есть посредством мысли. Это как бы человек, да. Вот. Воля и как бы мысли как бы человека. Вот. И вот когда все за 60 дней эти вещи становятся в единую систему, человек учится работать, повышая уровень усилия, понижая уровень усилия, выбора уровня, усилия и так далее. Поэтому как бы подобное. Ну, метод Попова забыт, давным-давно позаброшен, никто его не пользуется. Вот. А мы пользуемся уже много-много лет для подготовки людей в бизнесе, в жизни и как бы и так далее и тому подобное. Для освоения рабочих специальностей нервных, связанных с бизнесом. Для освоения менеджмента, для освоения механизмов заключения безделок, для освоения каких-то вещей, связанных с воинским, славянским как бы искусством. То есть вот методика как бы обучения в Академии Безопасности у нас построена по этому принципу. На самом деле человек крайне скромный. Особых трудов, убыщенных, не секретных, просто после себя не оставил. Есть у Дурова упоминания в книге об электричестве, биологическом, его, так сказать, ссылке на его работу. Есть еще у нескольких нейрофизиологов, у нескольких ученых, физиков упоминания ему. Но вот как бы по сути своей науковыполнение задач у нас такой на руки нет, вы знаете. Достижение результатов каких-то, которые в жизни необходимы, и вообще по сути сожистисты, чаще всего, либо из неудачи, либо из результатов, вы же понимаете. Этого тоже нет. И метод Попова незаслуженно, безусловно, был как бы забыл. Ну, уже прекрасно, как вы понимаете, что каждый человек, он стремится получить наилучшую методику для того, чтобы освоить что-то. Что позволяет метод Попова? Ну, во-первых, специальности на потоке освоивать. То есть, если не брать, так сказать, военную сторону дела, вот тот, который занимался, то в гражданской жизни методика находит громадное, особенно в 21 веке, громадное, так сказать, применение. Ну, вы знаете, сейчас чем больше человек умеет, тем больше он зарабатывает. То есть, первое, то есть, Поповская методика единственная в мире, которая это может обеспечить, это первое. Второе, изменить жизнь, тогда. Ну, вот ты всю жизнь, там, разведите уборщица. Можешь подъезды, может, ты хочешь, я знаю, брокером, кстати, я не знаю, какие-то, где-то в экономике ничего зарабатывать, какие-то деньги. Пожалуйста, ты хочешь. Ну, следующий момент, чтобы я сказал. Бизнесы быстро открывать позволяет, стояк. То есть, в бизнесе всегда не хватает каких-то людей. Можно взять за готовки, вы по этой методике за 6 сеток подготовите, вы тут полностью личный состав в бизнесе сформироваете, уже сразу получаете результат. Что дальше позволяет методика делать? Где я вижу применение, вот в бизнесе, да, то есть. В безопасности бизнеса можно очень быстро научить, как бы, людей обеспечивать безопасность собственную, и в фирме, и в компании, и в лице. Идеальная методика подготовки телохранения, как я бы сказал. Идеальная методика подготовки офицера безопасности. Можно ли научиться с помощью этой методики всему, чему угодно? Я думаю, да. Единственное, блоки нужно, чтобы специалист сделал. А так, применение самой методики, ну, совершенно спокойно. А я, Виктор, скажите, пожалуйста, а почему это работает? За счет щеков? Сейчас объясню. Ну, дело в том, что, по сути своей, здесь, по сути, вся память человека, ее хранилище расписано, ну, как бы. То есть, по сути, почему человек не может что-то сделать, да? Там, ну, две причины. Либо информации нет, ну, в хранилище, либо механизм превращения информации во что-то, ну, не работает. Ну, это если вот, ну, вообще, на примитив спуститься до муравья, да? То есть, здесь же, как бы, все совершенно четко и механизмы понятны доставания. То есть, мы сначала заполняем ящик, потом механизмы 12 дней отрабатываем. Доставание этих данных в нужный момент времени и применение подозначения. Заполнили и 12 дней отрабатываем механизм. Заполнили 12 дней отрабатываем механизм, заполнили 12 дней отрабатываем механизм, заполнили 12 дней отрабатываем механизм. То есть, как бы, посмотрите своей... Когда мы все заполнили, мы учимся, что, я уже говорил, двигаться по этим вещам, по ящикам, в момент поступления задачи. То есть, выбирать наилучший ящик для решения задачи, начинать с него, даже если здесь не получилось, мы понижаем уровень. Переходим к наилучшей, как бы, технике. Опять здесь не получилось, заканчиваем согласующейся конструкцией, которая работает 100%. То есть, это вот управление дистанцией уже. А может быть такое, что у человека совсем не получится? Нет. Если он будет делать то, что ему говорят инструктора, не может. Ну, как бы, это проверено. Ну, я бы так сказал, я пользуюсь методом Попова, такими ящиками, лично я, где-то лет 20. 18-20 лет. Ну, то есть, как бы, соответственно, я ему научил не одного, как бы, человека. Ну, соответственно, до этого момента он был себе. Нет. Есть способ, чтобы ничего не получилось. Есть такой, да, способ. Это не делать то, что я говорю. И никуда это не прикладывать. Потому что 12 дней же нужна задача выполнять с этим методом. Потом опять 12 дней. То есть, ну, то есть, нужны. Нужна качественная работа инструктора и качественное выполнение заданий инструктора в члене этой. То есть, самостоятельная работа 12 дней. Нужна качественная. Да. То есть, за 60 дней любой человек может стать любым специалистом, которым... Я бы сказал, можно научиться всему чему угодно. Было бы желание научиться. А журналистике можно научиться? Да, легко вообще. Две минуты. А бизнес, работать с клиентами, это не заключение контракта, а выполнение обязательств по контракту? Легко. Военные, контракты, бизнес, журналистика, медицина? Я не могу сказать, что можно научиться в медицине. Сейчас объясню, почему. Я научу человека быть врачом среднестатистическим за 60 дней вопросов. Медицина достаточно громадный диапазон само по себе. Части из диапазона научиться можно. А всей медицине научиться сложно. Сейчас объясню, что. Первое. Во-первых, нам никто не даст возможность экспериментировать над людьми. Ну, то есть делать им операции, чем я, которые я делаю не могу. То есть уже ступор, да? Законодательные ступоры, моральные, этические ступоры, права человека и так далее. То есть если говорить гипотетически, безусловно, безусловно, невозможно, неприменимо, потому что врачей нет. То есть я сделаю терапевта, думаю, 3 минуты, 3 минуты, а вот если вопрос станет о том, что это врач, который может все, хирург и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, во всех направлениях, без специализации, за что они разбились, да? Невозможно. Мало того, где он будет 12 дней протекол? Видите, то есть есть вещи, которым научиться нельзя. Ну, в силу определенных обстоятельств. Если бы мы в средние века в Европе, то можно было бы научиться, то можно было бы научиться. Скажите, пожалуйста, а как человек должен научиться до недоделки? Что на недоделки? Ну, я думаю, найти кого-то из наших инструкторов и попросить преподатского года работать в 76-м. А он включен у нас в Академию? Да, у нас в Академии есть такой курс. Да. Спасибо вам огромное. Спасибо, что рассказали. Вы знакомы с нами с нами. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok